Это может управлять. То есть мы говорим о налоге недвижимого имущества с объектами недвижимости, мы говорим о земельном налоге собственников земли, об аренде плате за муниципальную землю, мы говорим о налогу на прибыль в ситуации следующее. Его можно обсуждать, я имею ввиду региональную ставку налога на прибыль, но мы с вами работаем в условиях ограничения. У нас либо в 2021, либо в 2023 году у регионов заканчивается право предоставлять особые годы по региональной части налога на прибыль. У нас с вами заканчивается статус регионального инвест-проекта. Единственный у нас способ регулировать налог на прибыль региональный, это придать промышленному парку, индустриальному парку, например, статус территории какого-нибудь опережающего развития, самый такой, или особые экономические зоны, например, региональных уровней. В принципе, мы можем это тоже отметить. Это реально вообще? А? Реально обсуждать? Ну, если действовать реально, ну, вот смотрите, я, например, ну ладно, мы сейчас в сторону идем, то есть у нас только как бы регламента нет. А самый главный вопрос найти, понятно, что мы сейчас с вами перечислим все львоты, которые можно дать резидентам, и вряд ли кто-то будет задавать, нет, это не надо. Самый главный вопрос. Мы какие предлагаем компенсационные механизмы бюджету РТ? Вот, то есть бюджеты РТ пока как-то забыли, страховые взносы, понятно, там не пойдут отчисления. А вот, например, по нашим расчетам, если давать львоту по налогу на землю и по арендной плате за землю, это с лихвой в разы, в десятки, иногда там почти в сотни раз перекрывается НГЦ, если создаются новые рабочие места, и бизнес как-то идет. Вот если мы сейчас говорим про налог и недвижимое имущество, вот компенсации вот этому налогу, по-моему, на сегодняшний день особо это и нет. Федерация категорически отказывается размещать бюджет РТ в потере по налогу и недвижимое имущество от предоставления Европы. А вот как вот здесь там, ведь есть какие-то мысли? Потому что предоставить там легко, но чтобы Минсель дал добро, ему надо показать, что в аризонте... Через программу возмещать? Через программу возмещать. Из бюджета РТ? Он не оплачивает, но возмещается. И опять из бюджета РТ? Зато в расходной части будет, федералы не будут его резать. Федералы не будут его резать? То есть не пытаться уменьшать доходную часть, а увеличивать расходы, да? То есть, как вам сказать, здесь плюс, здесь минус, мы просто получили оригинальные телодвижения по администрированию этого налога, а эффекты все тот же. Вот, баранка. Ну это через программу уже, а не через ФНС. Да, это предложение. Ну и второй вопрос. Никто не сказал, что мы сейчас должны. Мы за три минуты придумать ответ. Но мысли свои. И второй вопрос. Пожалуйста, прошу прощения, просьба. Самый главный вопрос, это, наверное, как соблюсти справедливость. Потому что, вот смотрите, вся территория промышленного парка индустриального, в нем есть действующие резиденты, которые уже сделали шаг вперед, и кредит доверия власти дали. То есть они уже генерят. Есть новая сонная проект, в которой вот незаполненная территория, там, пустующее помещение, давайте мы им дадим. Возникает несправедливость, а тем, кто раньше пришел, им тогда, либо мы выравниваем для всех, либо мы говорим, что вам только в том случае, если вы новый инвестпроект реализуете, например, расширение или модернизация, да, какого усилия. Мы что-то, кроме спасибо, должны сказать тем, кто уже ведет на промышленной площадке действующие резиденты? У нас уже субсидирование затрат на электроэнергию, субсидирование процентной ставки по кредитам. Это же вот тоже немаловарный факт. В принципе, у нас такой вопрос не возникает. Я правильно услышал мысль? Льготы новым, субсидии старые. По срокам можно ограничить? Да, по срокам предоставление. Для того, чтобы предоставить какой-то укороченный срок предоставления, будут внешне сголовные? С одной стороны, достаточный, чтобы они почувствовали эффект, с другой стороны, чтобы выпадающий код из-за фрагмента. В принципе, возможно, их не делить, просто те субсидии, льготы, которые мы им предоставляем, наверное, будут касаться инвестиционного характера деятельности. Сергей Владимирович, а много резидентов, которые вышли на плановые показатели? Это не так важно. Даже если резидент старый, он всеми силами старается выйти на плановые показатели. Поэтому объявить на новых и старых резидентах, я еще думаю, смысл нет. Если им будут не давать субсидии, то давать всем. Единственное, что как бы, смотреть, если старый резидент, ну, как разу больше, вам это меньше? Причем, я так понимаю, весь наш диалог, он касается, наверное, налога на прибыль больше, да? Нет, 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 потому что налог на недвижимое имущество, он, допустим, старый, наверное, и тем, и другим должен быть. Да, да, да. Если управляющая компания жила объект в эксплуатацию, и она не будет перекладывать это на резидент, потому что, по-моему, самое глупое, что происходит сейчас. Если вводит кто-то в эксплуатацию, мульту уже автоматом, да, земля, либо кто правообладатель, либо арендантом, да? То есть с этим все порядок. Если делить будем, старых потерять можно, или наоборот, новые не приедут. Или новый не приедут. или он будет приедут. Или перерегистрируется просто наоборот. Зачем это делить? Вы знаете, перерегистрация легко регистрирована, а перекрашивать не получится. Ты вчера был, как бы, Сталин, и не надо ли это. Да, не надо. Соблазны убирать, вообще, в принципе. Да, в России уже есть такое понятие, как татарский схематоз, соблазны. Что-то убирать, да? Так. Ну, по налогу недвижимое имущество я так не делал, но пока в пикетах. Почему? Чем? Как? Чем компенсировать? Налог ставок. Вот налог на процент. То есть, либо снижение ставки налога недвижимого имущества, либо возмещение плачевого стажения. Возмещать. Да, возмещать какую-то процент. Сталку, допустим, новенький, старенький. Нет, диспропорции у нас возникает. Если вот оценивать ту презентацию, которую вы показали, самое эффективное, которое в денежном эквиваленте дает большую льготу, это налог на ироженство. Вот он и души, а 100 миллионов управляющих компаний. Можно 2,2 миллиона, если вы не можете приференции в год. Это понятно. Мы сейчас не о преимуществе к отмене налога на ироженство. О том, чем потери бюджету республики ренвенцировать. Мы говорим о консолидированном бюджете. Надо рассмотреть, надо рассмотреть то, что это льгота, которую мы сегодня даем, и в конечном итоге придет хороший бюджетный эффект. Хорошо. Давайте мы тогда запишем так. Вот смотрите, в зависимости от того, сколько платит НДФЛ потом резидент, можно посмотреть. Может быть НДФЛ вообще перекроет налог на недвижимое имущество, и тогда можно как-то разрулить. Пропорцию какую-то, соотношение между этими налогами. То есть, например, много приносит бюджет, пропорция компенсации больше. То есть, какой же компенсации? Компенсация. Напишу вот так, компенсация в процент от уплаченного. Бюджет РТ, бюджет местный. Так, ладно. Все, давайте с налогами заканчиваться. Тяжеловато на первое время, потому что любое стартовое предприятие за первые 3-5 лет, вы бы правильно сказали, вам такого эффекта не даст. Вот эффект обычно начинается с 3-4 лет. Я вам даже больше скажу, сколько у предприятий будет возможности не вводить эксплуатацию зданий, не сажать на кадастров, он все вот столько и продержится, пока не придет Роксетнадзор и штраф соразмерный не имеет. Я хотел иметь в виду, что с этой компенсации по бюджетному эффекту он как раз будет приводить к тому, что эта компенсация можно будет рассматривать только после проекта на реализацию. А изначально же надо поддержать в начале цель проекта. Ну а какие у него вначале, как мы его поддержим налоговый? Снофарный взгляд? Как раз вот надо дать можно же я с ним об этом подпишите. Любой новый резидент, ему нужно положить не в нижний сентрак республика может предоставить какой-то кредит. В этот процент сумму кредита заложить процент от ставков начислять к ключевую центробанту и плюс процент эти налоги разделить на какой-то процент. Условно резидент заплатит этот налог, который он должен поплатить, но это растяется на 5-10, грубо говоря. Ну как-то вот так вот. Но резидент еще получит кредит. Мы говорим о бюджетном кредитном займе, который вернется. А процент это тоже форма компенсации. Тем не менее, резидент получит кредит какой-то с отрочкой. Бюджетный займ или кредит. Мы сейчас говорим про региональные фонды или фонд финансовой поддержки, фонд развития промышленности или что-то. РТ. Так, займ процентный, возвратный, возвратный, долгосрочный. Долгосрочный. Большой срок. премьер. Так, все, поехали. Дальше. Гарантии стабильности и длительности. Многие из бизнеса говорят, мы пошли на это, но мы видим, через два года мера меняется, через три отменяется, потом через два заменяется, стабильность и гарантии повышения. Постоянный? На нем 10 лет. 10 лет период займа. Да? 10 лет. Хорошо, бюджетно, самое главное, бюджетный. Причем, у государства нет задачи заработать на проценте. У государства задача, чтобы он спустился в бизнес. А дальше? Ваши, ваше, 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 тарифы. Так, дальше. Ваше, 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 существует возможность по Агрессии 2, например, подключиться. Да. Для этого надо переложить сети и взять отсюда эти деньги. А вы знаете, что сейчас сетевая компания уже не дает присоединиться на более высоком уровне? Вот поэтому и говорил, здесь же у нас задача и на региональном уровне решать вопросы. Надо пригласить и обсудить эту сетевую компанию там поставить. Минек уже приглашал. Минек уже приглашал. Единственный вывод, который они сделали, частью уплаченного тарифа. Как только услышали про компенсацию, сетевая компания тариф подняла, но субсидий так и нет. Субсидий, как еще нет, тариф уже поднял. И опять, если компенсация кому? Сетевой компанией вы поедине на безбыту выпадающих доходов или на безбыту на основании? Администрирование сложное. Надо по факту оплаты вас начать. Администрирование сложное. Вот смотрите, к вам пришло 800 заявок на компенсацию. По каждому надо высчитать обоснованность тарифа, действительно ли он уплатил и закрыть. Я же говорю по факту заявительный характер. Заявительный? По факту. Кто не придет? Вот кто не придет? Там же определенный статус у него будет. Там же он как президент существует. Даже если управляющая компания проходит аккредитацию, он будет... Мысль понятна. Я имею в виду, представляете, большое количество человеческого ресурса на обслуживание процедуры. Не проще ли тариф просто сразу? Это веселый процесс. А письмо оплачивать, по-моему, на обслуживание? Знаете, была какая мысль? А что, если управляющая компания или дирекция, или два в одном, будет государевая компания с государственным участием, станет, получит статус электросетевой и энергоснабжающей, независимой? Да, к примеру, либо два в одно будет оказывать услугу конечный тариф, допустим, 4 рубля для резидента, она будет убыточной, потому что она вот от ума без бута покупает, допустим, по 6, да? Вот ей как раз, ей нужно скомпенсировать прозрачная схема. Все резиденты получают по 4, да? А кто на 4, он получил, пожаловался. У нее есть убыток? Конечно, есть убыток. Вот у нее баланс, вот у нее все. Одна операция всего. Ну вот, чем, представляете, каждый год будет 50, 100, 150, 800 заявителей в каждом разбирайся, ковыряйся, копай и размещай. А 800 платежей не просто даже... А какой принцип будет? Там на несколько лет будем претеренцировать или на всю жизнь? Хороший вопрос. Длительность во время университета... Нет, ну это не создание какой-то структуры одной-ной. Нужно просто повесить обязанность на управляющей компании собрать общую информацию потребленную в интернете. Вы сейчас про то, что одно окно управляющей компании, но тогда, чтобы она стала, ей надо получить статус энергетиковой. Статус энергетиковой. Узор заключается в сетевой компании только управляющей компании, а управляющей компании уже с резидентом. Там есть несколько условий. У одного бытовой компании у нее должна быть мощность определенная, чтобы стать электросетевой, у нее должен быть километраж сетей. У него есть управляющая компания, да, еще и лица едины, например, в этом вопросе. Вот в этом вопросе. Вы подумали, что какая-то вот неделя, ей наверно проще будет бумажда, она обладает сетями ульских районов, обладает мощностями ульских. Рукно-управляющими компаниями это возможно, а вот маленьким управляющим маленьким? Маленьким сами не смутят. Для бизнеса определенные льготы, для всех и не махов я считаю. управляющих компаний? Либо передоставить ей какие-то полномочия, не ликвидировать местную управляющую компанию? Ну, я не знаю, филиал, или что-то, Ну, да, управляющая компания нескольких управляющих. Ну, то есть, мы переходим уже к вопросу. Смотрите, да, УК, допустим, какая-то еще там, не знаю, ЕУК, сетевая, энергосбытовая, да? УК, понятно, да, что я пишу? То есть, у них есть между собой взаимоотношения, она по-прежнему управляет, но тариф, тариф, как написать там, электроэнергия, да? 4 рубля, напишу, понятно, идет сюда, или, соответственно, идет сюда, резидентом, да? Так что, то есть, это, ей легче будет получить статус, а управляющая компания тогда, ну, надо, там же, многое, еще одно, а еще одно, а зачем она разная? Там же будут, и МАУ, и ВЕС, управляющая компания, просто, маленькая управляющая компания, вы уже сказали, она не спорта. Нет, нет, зачем? Нет ли возможности, вот, при дирекции, создать, вот, некое подобие, вот, бытовой организации, которая, кто-то еще одна? Нет, он по всем фактам, которые хотят, сутки, арестовать, как бы, вот эти сети, там же надо еще, какой-то, иметь доступ к сетям, и потом он по всем будет, хотя бы, то есть, не дирекция, а какая-то сетевая, или бытовая компания. Одна компания, что будет? Нельзя просто, допустим, сейчас резиденты тратят 7 рублей, сделать для всех тариф 4, и на эти 3 рубля выбить просто субсидит. Все равно же в конечной государственной разговариваете. Там цепочка сложная, тариф формируется из нескольких ступеней, он может и продает по 4 рублей, сетевая компания делает наценку, сделать резиденту субсидитом, сделать резиденту субсидитом. Да, да, вот. Резиденту субсидитом. Конечно. Президенту, который имеет определенный статус, аккредитованно, ему... Короче, другого метода мы не придумали, только компенсации фактически укладывают. Потому что намного эффективнее получится. Согласен. Прозрачнее, конечно, да, компенсация. Компенсация, ну, допустим, пишу 7 минус 3, да, равно 4. За 1 киловатт час там с НДС, самое главное еще. Давайте по источнике. Я думаю, в вопросе четвертым мы с вами все время потратим взаимодействие в дирекцию, УК, а потому что... Ну, это вообще непонятный вопрос. Хорошо. Давайте 6-й, 7-й. Критерии отбора парков. Так, 6-7. Критерии, как отбирать УК парков, которые будут, не знаю, особой промышленной зоны, и как резидентов отбирать туда в ОФЗ. Представление земельного участка. Ну, отбирать как? То есть, считается, что очередь там стоит. Управляющая компания должна обладать определенными признаками управляющей компании. С земельным участком, с сетями, особой территорией. Потом... Ну, пишу 616-е постановление, да? А резидент должен быть на территории вот этой площадки. Ну, то есть, все, все, кто соответствует требований пока нет. Потому что все надо будет прозрачно же делать. Это можно даже заявительно характер все это будет дать. Резидент любой. Да. Нет, резидент любой не подает. Вот он зарегистрировал. Резидент тоже быть на площадке. Нет, торговой организацией стал, есть производство. Да, производство... Отраслевое, да. Мы только даем производственникам? Сейчас же мы про промышленное производство только говорит. Услуги не даем? Услуги не даем. Производство, переработка. Так, пишу... Почему услуги? Ошельное производство. Это же не уступка. Ну да. Как это? У нас есть, по-моему, такое понятие перерабатывающие или обрабатывающие отрасли промышленности, да? Обрабатывающие, да? Обрабатывающие. Промышленности. Все. Все, кто пришел из этой сферы, да. Торговли нет, скалобы нет, услуги нет. Они считаются, что они получат заказ у производства. Нет, почему услуги? Шархатчик. Если, например, ремонтирует он вот эти... Сервисники, например. Сервисники, да? Эти услуги нет. Ну, если мы так будем запускать, там же потом уже... Но строймонтаж нет. Там можно сказать, вот эти инфраструктурные объекты должны быть, только они просто не субжидируются, не котируются. Не-не-не, мы сейчас говорим, мы просто кто в территорию парка может войти, а кто статус льготный. Вот, вот поэтому мы и говорим. Через это льготный дарит. Так, ладно. Так, источники финансирования затраты инфраструктуры, наверное, понятно, какие программы будут у республики, у федерации, у нас все время. Источник финансирования затраты инфраструктуры. Оператив, вкладочный... Мы уже не раз вопрос поднимаем, да? Вот бюджетных районов и городов, да? Нужно закладывать какие-то определенные средства вот на те вещи, которые мы поговорим. Мы сейчас говорим про бюджет развития или про бюджет эксплуатации? Нет, нет, это в целом значит... И то, и то? И то, и то, да. Мы же при защите бюджета определенных закладываем о маркетингу работу, да? И так далее, и так далее. Нет, и все. Вот есть республика. А в республике что получить, как по городу пройдет? И у нас еще один вариант... Матит уже кладется, мы там вы сами распространялись. Еще раз мы... Еще один вариант рассматривали по САБА. Мы рассчитывали, насколько будет управляющей компанией закрываться все расходы. Мы... 400... 4500 квадратных метров если здание построено и будем давать варенту, то мы будем иметь как бы возобновляемые деньги, которые... Сночка без убыточки. Затраты покрывали. Это хозяйственные сети. Можно один раз отдать, пускай он построится, варенту даст, потом за счет этого... Это заправки на финансирование ничего? Содержание штата улка? Там, я не знаю, за фос, электрик, трактор, СМ? По смете уже, по бюджету. Ну, то есть это называется самофинансирование? Да. И плюс ему ставится задача оказывать услуги. Убить ему, например, трактор, пускай с тех частей то есть, что геопарк оказывает. Вот те улка, у кого были деньги, они уже давно они построили. Вопрос к теме, у кого нет денег на здание для сдачи варенту. Откуда? Вот это самый главный вопрос. Мы вот заем вот тот самый, который мы говорили, да? вот одну управляющую компанию это САБЫ, вот мы убрали это, как бы это было. Посмотрим, как было. Займ низкопроцентный, пишу, да? Бюджетный. Или там фонд, да? Ну, не обязательно бюджетный. А не сзади. За счет, за счет, как бы, каким-то взвес, потом компенсация. Недавно задали вопрос, он меня поставил, с кем-то, мы там вообще не думали. Мы, говорит, всегда говорим про проценты кредитов и про займ фондов. А если я участвую в лица, возьму займ, вот мне банк не дает, почему я, говорит, не могу стремиться в эту часть процентов? Ну, как? Ну, вы там поставите...